Здравствуйте всем! Вот мы приехали к деревянных дел мастеру к Андрею. Надеюсь, что сегодня мы закончим работу над винтом. Останется только вот красотища. Вот снег у нас еще лежит. 7 апреля. Это вот его дом деревянных дел мастера. Останутся только нам по полиэфирке работы, как бы защитить от внешних воздействий винты и все. Вот пока так вот что у нас там получается скажу за качество, конечно. Видео извиняюсь. Камеру дома оставил, на телефон снимаю. Иду. Все спускаемся в подземелье, короче. Иду, иду, Андрюха, иду. Я же видео с немки делаю, да? Блин, камеру оставил, короче. Нет, типа сейчас я не буду секретную лабораторию снимать. Все, я короче решил эту затею. Да не надо, что это там? Винт. Винт, винт, винт. Дай-ка. О, красотища. Вот осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. Сейчас накатим? Нет, мне домой ехать, я не доеду, додумаю. Да я пьяный, не сяду за руль. Так, ну все, ладно. Будем работать дальше, там чуть-чуть осталось. Всем привет! У меня сегодня есть что показать вам. В общем, заделали мы лопасти для моего ветряка с Андреем. Вот, делали все вручную. Не получилось у нас сделать копировальный станок. Потому что, ну, банально не хватило времени. И я маленько приболел. Вот, чисто вот из-за этих причин. И все пришлось сделать вручную. Так. Ну, в принципе, лопастями доволен, как они у нас вышли. Получился небольшой разброс. Ну, сейчас я про каждую расскажу. лопасть, про вес и про угол заклинения. И сами посмотрите, какой как бы разбег получился. Ну, повторю, что лопастями как бы довольно все равно. Значит, вес у нас получился такой. Кило 380. Одна. Вторая у нас кило 480. И третья кило 580. Вот разница в 200 грамм. То есть, с этой, с этой лопастью. Дальше по углу. Значит, по окрутке. Что у нас получается. Вот у этой лопасти. Здесь 14 градусов. В конце 5. У этой 14 градусов. 4. И у этой 13 и 5. Как замеряли, сейчас появится видео. То есть, я покажу, как замеряли угол. И потом, и потом дальше расскажу. Начну рассказ. Тут 2, считай. 2 градуса, да. Там 12. Это что, 10 градусов? Разница? Да. Вот так должно быть 14 и 4. 10 градусов. Разница, да? Здесь что, сейчас? 0. Да, если здесь, допустим. Ставим сюда. 14. Дай покажу, покажи. Не знаю. Да, все, все, есть, 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 есть. 14. 4. Все смотрят. Вибрации. Спасибо, Андрей. В общем, полуфабрикат готов. Вот еще 2. Продолжим. То вышло у меня по цене. Итого. Значит, клей, дерево, тысяча, тысяча пятьсот. Вот. Да, тысяча пятьсот где-то. И плюс полиэфирка. Полиэфирку я отдал пять соток. Вот. Вместе с бутоноксом. С отвердителем. Вот. Вот, считайте. Две тысячи рублей за три винта. Ну, ну, ну. Продолжим. Материал, из которого сделаны лопасти, это сосна. Так, вот, может быть, вот, и это-то и повлияло на разбег по весу. Потому что, вот, эта лопасть самая тонкая, вот, здесь, в этом месте. А эта самая толстая. И получается, самая толстая у меня тяжелее и легче, чем самая тонкая. Ну, это вот объясняется именно смолистыми вот этими вкраплениями. Вот. Эта лопасть почти одна голимая смола. Конечно, можно было рассувать приклейки, их, ну, как бы, распределить по палкам. Ну, в общем, вот, не догадались мы так сделать. Вот, кто будет делать из дерева, советую над этим задуматься. Ну, лучше, конечно, брать или кедровый материал, или из елки. Да, и желательно, чтобы это было все принудительно высушенная древесина до влажности 12%. Вот, потому что она менее подвержена кораблению. В общем, и так далее. Так, что еще у меня? Кончики скруглены, закруглены. Вот. Что? 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 Так, если на видео крутки не видно, то у нас смотрим лобик прямой. А вот эта часть, ее видно, она вот как турецкая сабра. Это прям хорошо видать. Вот так вот видно, да, крутку. Все. Ну и что еще? В общем, осталось мне обтянуть лопасти стеклотканью и пропитать полиэфиркой. Это для защиты от осадков, да вообще, от атмосферных вредных факторов. И еще махи у меня 130 длиной миллиметров, ширина 60, толщина 38. Вот. Но я буду еще обрезать, покороче делать, 95 буду делать. Что-то я посчитал, что вот это вот сильно длинный мах. То есть винт и так получается с этими махами где-то 2,270. А мне, ну, это по оборотам буду терять. Поэтому буду укорачивать. Мне надо хотя бы, чтобы 2,50 было. Випро 2,50. Винт вообще расчетный 2,55. Ну, если 2,65 получится, там 2,60, ну, нормально. Вот. Меньше мне никак не выйдет, потому что махи и сами эти крепления махов будут немножко увеличены. Ну и в заключении, что хочу сказать. Как бы, несмотря на то, что я доволен лопастями, но все-таки, все-таки, если есть у вас такая возможность, сделайте из стеклопластика. Или закажите у людей, которые могут это делать. Вот. Это мой совет. Ну, а так, вообще, результатом доволен. Работа идет, я надеюсь, в конце мая. В конце мая. Ну, может быть, в начале мая. Я 9-го числа из санатория ворачиваюсь. И как раз, может быть, ну, к середине мая я уже, возможно, ветряк загоню на ветер. Поставлю. В общем, как-то так. Всем пока. Удачи. Поехали. Поехали. Продолжение следует...